Семейство герцогов Деста Сыновья Лионелла, Борсо и Эрколи покровительствовали писателям, поэтам, художникам эпохи Возрождения. А сын Эрколи, Альфонсо, пригласил Феррару великих мастеров, таких как Беллини, Тициан и скульптор Антонио Ломбардо. В 1598 году семья Эсте покинула Феррару и перебралась в Модену. Этот город в то время был очень провинциальным, но Деста начали приводить в порядок свою резиденцию и разместили там свою прекрасную коллекцию шедевров изобразительного искусства. В Модене очень чтят герцога Франческо Четвертого. Он был щедрым меценатом и коллекционером. Он же основал Моденскую галерею Стенса, куда вошли многие шедевры и семейные коллекции. Уже в 19 веке он с энтузиазмом покупал произведения мастеров эпохи Возрождения. Это было в традиции семьи Деста. Его предок Франческо I тоже был невероятно честолюбивым и имел бешеный аппетит на произведения искусства. Галерея Эстенса – музей, в котором хранятся произведения искусства из коллекции дома Эсте. Это скульптурный портрет герцога Деста Франческо I, крупнейшего мецената и коллекционера, жившего в Модене в эпоху барокко. Его мраморный бюст создал великий Джан Лоренцо Бернини, гений искусства барокко, который практически всю жизнь работал в Риме, выполняя заказы Папы Римского. Несмотря на то, что герцогство Деста было небольшим, Франческо I имел много денег, большую власть и большие амбиции, а потому решил заказать свой бюст лучшему скульптору эпохи. Он не позировал Бернини лично, но отправил в Рим несколько своих живописных портретов, и в результате Бернини создал этот шедевр, говорящий о величии заказчика. Франческо I изображен не фронтально, а в полоборота. Он как бы смотрит вдаль. И, конечно же, мантия герцога, о ней, хочется сказать особо, она развивается, словно в полете, и ее складки кажутся прозрачными и почти невесомыми. Ты забываешь, что вес этого мраморного бюста около 300 килограмм. Коллекции галереи Эстенса расположены в соответствии с хронологией. Все начинается с эпохи раннего Возрождения. Автор этой уникальной картины – уроженец Модены Бартоломео Бонаша. Он был превосходным художником и мастером интарсии, инкрустации по дереву. Эта работа единственная из его живописных работ, дошедших до нас. В 19 веке ее случайно обнаружили на чердаке одного дома в Модене, а затем она была куплена герцогом Франческо IV Десте. Монаша написал ее в самом конце 15 века, и сразу видно, что он находился под сильным влиянием великого Пьеру де Ле Франческе. Та же четкая перспектива, особенно в изображении первого плана. Примерно в то же время в Модене был создан еще один шедевр – полиптик художников из Модены братьев Аньоло и Бартоломео Делли Эрри. Это как бы отдельные картины, но они объединены единым сюжетом. Видно, что художники уходят от традиций средневековой живописи. На некоторых изображениях они демонстрируют знание законов перспективы, но иногда вместо того, чтобы изображать пейзаж, они сохраняют золотой фон, свойственный средневековью. А вот эту потрясающую работу галерея Эстенце приобрела только в начале 20 века. Раньше она принадлежала одному из коллекционеров Феррары. Ее автор – художник 15 века Козимо Тура, была основательным и главным представителем феррарской школы. Его работы отличают рельефные штрихи. Все линии словно выточены. Монументальные фигуры похожи на скульптуры. Здесь изображен святой Антоний Подуванский. Просто невозможно не заметить, как черты, свойственные средневековой живописи, уходят в прошлое. Смотрите, какой естественный реалистичный свет закатного солнца. Смотрите, как написаны «глубы тумана», как свет отражается в своде арки, как рельефные ноги и руки святого, складки его одежды, кожи на шее. Это абсолютный шедевр. Герцоги Десте начинали собирать свою коллекцию, еще находясь в Ферраре. В течение всего 16 века их собрание считалось одним из богатейших во всей Италии. А в конце 16 века семейству Десте пришлось покинуть Феррару, так как они вынуждены были уступить свой город папскому престолу. Они переехали в Модену, которая с того момента стала их новой столицей. Часть коллекции была утрачена, но отчасть они перевезли сюда. Вот эти полотна висели в личных апартаментах герцогов в замке Феррары. Знаменитый феррарский живописец Доссо Досси написал их по личному заказу Альфонсо I Деста, который был крупнейшим меценатом. Эти полотна украшали потолок спальни герцога. Картины говорят о состояниях души человека, его страстях. Здесь и сценки разговоров, и слушание музыки. Здесь изображены некие соблазны, такие, например, как пьянство. Особый шарм этих работ в том, что в них есть некий налет недосказанности. Доссо Досси был великим мастером. А вот и работа одного из последователей школы Бернини. Этот макет из старокоты – подготовительная модель большого фонтана для летней резиденции герцогов в Сосуоло. Мастер Антонио Раджи, который был одним из учеников в Бернини, изобразил речное божество и дельфина. Как видите, это работа потрясающей красоты. Галерея Стенса – это огромное собрание произведений искусства из личной коллекции герцогов Деста, которые они собирали веками. Их собрание включало и небольшие стуэтки, и майолику, и уникальные музыкальные инструменты. И все это, конечно, свидетельствует об их высочайшем художественном вкусе. Представители династии Деста всегда были поклонниками музыки. Особенно страстным меломаном был герцог Франческо II, который находился у власти в последние десятилетия 17 века. Потрясающие по красоте музыкальные инструменты, конечно же, были созданы специально для того, чтобы произвести впечатление на публику. О этих инструментах можно играть. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что их звучание столь же великолепно, как и внешний вид. Скорее, это ценное произведение искусства, созданное мастером Испарми Домэннико Галли в конце 17 века. Здесь, на резном корпусе потрясающей красоты, изображен и герб Деста. Как я уже говорил, герцог Франческо I был большим меценатом и страстным любителем искусства. Этот потрясающий портрет, эскиз, принадлежит кисти величайшего испанского живописца Диего Веласкеса. Он писал его в Мадриде, когда герцог Франческо I находился в Испании с дипломатической миссией. Он укреплял шаткий союз между семейством Деста и испанским королем Филиппом IV. И вот ему была оказана высокая честь позировать самому Веласкесу, который был придворным живописцем у испанского короля. Веласкес очень быстро написал этот портрет. Если рассматривать его вблизи, то кажется, что мазки положены как бы небрежно. Но Веласкесу удалось убедительно точно передать характер герцога, молодого, амбициозного человека, способного лавировать в сложном мире политики, где маленькое герцогство Модена вынуждено было заключать союзы с такими крупными державами, как Франция или Испания. Кстати, потом отношения с испанцами у него осложнились, и он вновь обратился к Франции. Но естественно, что Веласкес не стал завершать работу. Планировалось, что герцог будет изображен сидящим на коне. К счастью, эскиз не пропал. Его отправили в Модену, и сегодня он является гордостью галереи Эстенция. В галерее хранятся картины венецианских художников золотого 16 века Чинквиченто. Этот великолепный цикл картин написал молодой Тин Торетто. Он изобразил сцены из «Метаморфоз Авидия». Изначально Тин Торетто создал этот цикл для украшения потолка в одном из дворцов Венеции – палаццо Пизани. Но потом, примерно через сто лет, наследники выставили эти шедевры на продажу, и их купил герцог Франческо I Десто. Фактически, это было последнее крупное приобретение герцога. Картины доставили в Модену через некоторое время после его смерти. Сегодня эти полотна в рамах 19 века, но изначально Тин Торетто писал их для украшения потолка. Они должны были разместиться в позолоченных лепных обрамлениях, и смотреть на них нужно было снизу вверх. Ну, а сейчас они повешены вертикально, и потому некоторые ракурсы нам кажутся несколько необычными. Я уже говорил, что до середины 18 века коллекция герцогов Десто считалась одной из самых богатых в Италии. Но вот произошло очень важное событие в истории итальянского искусства. Его можно назвать примером крупнейшей распродажи культурного наследия. Герцог Франческо III Десто продал 100 шедевров из семейной коллекции Курфюрсту Саксоний. Эти 100 шедевров до сих пор хранятся в Дрездене. Ну, а герцоги Десто, желая загладить вину в том, что нанесли культуре своей страны такую рану, начали активно собирать шедевры религиозного искусства. Алтари и предметы культа. Вот, например, алтарная картина художника Гверчину, этого гения эпохи барокко, который, кстати, когда-то был близким другом герцога Франческо I Десто. Его полотно «Мученичество Петра» попало в галерею из церкви в городке Карпий. Работы Гверчина очень страстные, они отличаются особой энергетикой, драматизмом, стремительностью. Именно это свойственно его живописной манере. А рядом с Гверчина работа Гвидо Ренни. Этот баллонский художник был абсолютным классиком живописи 17 века. За свою карьеру он создал множество картин на сюжет распятия. Это одна из них. По ней можно судить, что художник находится в поисках идеала. Страдание Христовы, его смерть тесно переплетается с изображением живого спасителя. Его тело прекрасно так же, как и тело античного Аполлона, и как бы противопоставляется сумрачному фону, лунному пейзажу, написанному в темных тонах. Но и, наконец, я хочу показать вам еще одну удивительную картину Гверчину. Он написал ее по просьбе герцога Франческо I в один из своих многочисленных визитов в Моден. Сюжет придумал художник и тем очень позабавил заказчика. Амур вот-вот выпустит стрелу, Венера же показывает Амуру мишень, который является зрителем и при этом левой рукой опирается на колчан со стрелами. На нем изображен орел, герб семейства Десты. То есть в этой картине в шутливой форме обыгрывается личность герцога. Но в его идеалистический мир, где летают лишь стрелы любви, вторгается реальный мир. Бог войны Марс отодвигает занавес, как бы открывая сцену политической и военной жизни. Мы видим крепость на фоне свинцового предгрызового неба. Валерия Стенце – один из крупнейших итальянских музеев, созданных на основе коллекции лишь одной династии. И нам, конечно, очень повезло, чтобы, не прилагая ни малейших усилий, получили в наследство все эти богатства, все эти сокровища. Несмотря на некоторые драматические моменты истории, такие как продажа ста полотен из собрания Десты Дрездену, мы сегодня можем наслаждаться многочисленными шедеврами, хранящимися в регионе Эмилия в течение многих веков. Ее звали Артанцвике. Юная дочь небогатого фермера перебралась в Париж из французской глубинки в поисках счастья. Увы, столичная жизнь ее не баловала. Работа переплетчицей в одной из мастерских денег почти не приносила, а потому девушке приходилось подрабатывать натурщицей. В 1869 году 19-летний Артанц встретила Полли Сезанна. Художник из состоятельной и респектабельной семьи, был старше ее на 11 лет. Через год они стали жить вместе, а спустя еще год у них родился сын. Полли Сезанн был человеком замкнутым, вечно сомневающимся в себе и вспыльчивым. Иногда он брался писать своих знакомых, при этом во время сеансов требовал от них абсолютной неподвижности. «Будьте как яблоко», — повторял он, работая очень медленно и тщательно. Артанц-Фике стала для Сезанны идеальной моделью. Она могла застывать в нужной позе на несколько часов. К тому же ее работа была бесплатной, что экономило и без того ограниченные средства художника. Отец Полли Сезанна, владелец поместья Жан-де-Буфан в Экс-Сан-Провансе, был состоятельным банкиром и желал видеть своего сына успешным юристом. Однако в возрасте 20 лет юноша бросил обучение. Он решил стать художником и уехал в Париж. Преодолев возмущение поступком сына и надеясь, что он образумится, отец все же не лишил его помощи. Он отправлял в Париж ежемесячное пособие. Однако время шло. Полли Сезанну было уже за 30, а его живопись никого не интересовала и дохода не приносила. Он продолжал жить на деньги Элё Папа, впрочем, часто приезжал в родной Экс-Сан-Прованс. Здесь ему работалось лучше всего. О том, что в его жизни появилась возлюбленная, так же, как и о рождении ребёнка, Сезанн отцу не сообщал, боясь его гнева. Специально в целях конспирации он снял для Артанса маленького Поля небольшую квартиру неподалёку от города. Обман, конечно же, вышел на поверхность. Среди корреспонденций, которые вскрывал отец, как полноправный хозяин дома, оказалось и письмо, адресованное Полю его приятелем. Из контекста этого письма уважаемый Луи Агюс-Сезанн узнал о том, что его сын втайне содержит семью. Артанс Фике родители не приняли. Они назвали её меркантильной авантюристкой, проматывающей деньги их сына. Оль себя виноватым не считал и каяться был не намерен. А потому родители сократили финансовую помощь до 100 франков в месяц. На эти деньги содержать семью из трёх человек было невозможно. В отчаянии Сезанн обратился за поддержкой к писателю Эмилю Золя. Они были почти ровесниками и дружили с юности. К просьбе терпящего бедствия товарища тот отнёсся с сочувствием. Около 10 лет семья художника жила благодаря помощи Эмиля Золя. Артанс Фике вела домашнее хозяйство, воспитывала сына и безотказно позировала мужу. Впрочем, мужем и женой они по-прежнему не были. Сезанн решился узаконить их отношения лишь в 1886 году, когда Полю-младшему исполнилось 14 лет. Через полгода после свадьбы художник потерял своего отца. Получив наследство, он разделил имущество и доходы между членами семьи – сёстрами, матерью и сыном. Через столько лет лишений Артанс Фике наконец стала мадам Сезанн. Однако отношения супругов оставались столь же сложными, как и до свадьбы. За 40 лет проведённых вместе, 20 из которых прошли в законном браке, художник и его модель жили вместе не более года. Сезанн предпочитал родной Экс-Сан-Прованс, а Артанс обожала шумную жизнь столичного Парижа. В окружении Сезанна его супругу недолюбливали. Поговаривали, что она любит царить деньгами, заказывая дорогие наряды и просаживая крупные суммы в казино. Её прозвали «ля-буля» – «шар» или «пышка» из-за полной фигуры и круглой головы. Артанс по-прежнему оставалась главной темой портретного творчества Сезанна. Он запечатлел её на 29 живописных полотнах, четырёх акварелях и более 50 рисунках. В начале своего творческого пути Сезанн терпел одно поражение за другим. Участие в первой выставке импрессионистов в 1874 году не принесло ему успеха. Провалом для него стал и показ работ на третьей выставке в 1877. Разуверившись в своих силах, художник надолго уехал из Парижа в Экс-Сан-Прованс, решив никогда больше не демонстрировать свои картины широкой публике. И всё же полотна Сезанна можно было увидеть в небольшой лавке, торгующей красками на Монмартре. Её владелец Джульен Франсуа Танги помогал художникам как мог. Если они не могли заплатить за краски и холсты, он согласен был взять их никому ненужные картины, чтобы выставить в своей витрине. Среди тех, кто особенно часто посещал лавку Танги, оказался некий господин по имени Амбруаз Валлар, будущий известный торговец произведениями искусства. В 1894 году, после смерти Танги, он приобрёл пять полотен Сезанна из его коллекции. А годом позже решил устроить в своей Парижской галерее первую персональную выставку художника, которому исполнилось уже 56 лет. Именно тогда, взором парижан, впервые предстали и несколько портретов мадам Сезанна. Не считая себя портретистом, Сезанн предпочитал работать с неодушевлёнными предметами, писал пейзажи и натюрморты. На его полотнах появлялись лишь изображения тех предметов и лиц, которые он успел тщательно изучить. Художник вовсе не стремился польстить своей модели, подчёркивая её красоту или женственность. Артанс Фике выглядит то старше своих лет, то моложе. Меняются черты её лица и форма головы, фигура, прическа. Меняется настроение. Её одежда подчёркнута проста, а в некоторых из своих нарядов она появляется много раз. В юности её образ нежен. Это робкая и немного болезненная девушка. Она никогда не улыбается. Её взгляд отрешённо скользит мимо художника. На более поздних портретах мадам Сезанн смотрит на зрителя в упор. Однако выражение её лица почти всегда безучастно. Для художника живая натура была не более интересным объектом, чем яблоки, часто появляющиеся на его натюрмортах, или гора Сен-Виктуар, постоянная героиня сезановских пейзажей. Ортанс не была романтической музой художника, и его не слишком увлекал её внутренний мир. Осенью 1906 года мадам Сезанн с сыном находились в Париже. Художник, как обычно, работал в Экс-Ан-Провансе. Ему было уже 67. Однако он, как обычно, отправился на пленэр. Не обращая внимания на проливной дождь, он продолжал работу до той поры, пока не потерял сознание. Через несколько дней поле Сезанна не стало. Ни жены, ни сына на похоронах не было. По одной из версий, мадам Сезанн не смогла покинуть Париж, так как ожидала примерки новых платьев. Поле Сезанна называют родоначальником абстракционизма, ведь главные роли в своём творчестве он отдавал форме, цвету и свету. «Искусство – это толкование природы», – повторял художник. «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса». В овале лица своей супруги он видел прежде всего красоту геометрической фигуры, которую стремился выразить в сочетании холодных и тёплых красок. Художника искренне изумляло, когда он встречался с непониманием истины, которая была ему так очевидна. «Воображение невежд не способно постичь, как смешав зелёный и красный. Сделать, чтобы рот был печальным, а щека улыбалась», – восклицал Сезанн. «Да поможет им Бог». Образ жены Сезанна продолжает жить на его полотнах. Её портреты, в свою очередь, являются предметом тщательного изучения для историков искусства и художников других поколений. Так, в 1943 году знаменитый искусствовед Эрл Лоран опубликовал схему-диаграмму, в которой попытался объяснить композицию портрета «Мадам Сезанн». Когда спустя 19 лет художник Рой Лихтенштейн, представитель американского поп-арта, воспроизвёл эту схему на своём живописном полотне, разгорелся скандал. Искусствовед подал иск за плагиат. Суд оказался на стороне художника. Его работа была признана самостоятельным произведением живописи. Ведь схема была опубликована в книге, тогда как Лихтенштейн выполнил её на холсте масляными красками. Свою картину он назвал «Портрет Мадам Сезанн». Иерархия жанров, которая была и в операторской, и в российской академии художеств, она пришла, собственно, из французского искусства, из французской академии. Во главе этой иерархии стояла всегда историческая живопись, потому что для того, чтобы написать историческую картину, надо, во-первых, узнать историю, знать этнографию, знать, во что одевать персонажей. Хотя их, как правило, до конца XVIII века одевали в античной. Но самое главное – это композиция. Придумать композицию так, чтобы она ещё совпадала с академическими канонами. Ну, естественно, историческая была наверху иерархии, потом были пейзаж, портрет, натюрморт. Эта иерархия – это просто некоторый пережиток XVIII века. Не знаю, мне кажется, что «Последний день Помпеи» и «Автопортрет Брилова» – маленький автопортрет, который он писал незадолго до смерти. На мой взгляд, они абсолютно равнозначны по силе эмоций. В 1822 году вновь созданное Общество поощрения художников наградило братьев Карла и Александра Брюлловых стипендиями, дающими возможность стажироваться в Италии. 23-летний живописец Карл Брюлов был очарован итальянской природой и красотой снойных итальянок. Если в Петербургской академии художеств натурщиками были исключительно мужчины, то здесь, под южным небом, художник имел полную свободу работать также и с женской натурой, в том числе обнаженной и полуобнаженной. Первым полотном, написанным Брюловым в Италии, стало «Итальянское утро». Художник сам был так доволен своей творческой удачей, что называл эту картину «Мое дитя». Он не стал обращаться к мифологическому или историческому сюжету, а избрал самый, что ни на есть, обыкновенный. Юная итальянка ранним утром умывается струей воды, пьющей из небольшого фонтана. Не освещал модель на солнце, предположив освещение сзади, пояснял Брюлов процесс своей работы. Лицо и грудь в тени и рефлексируются от фонтана, освещенного солнцем. Это делает все тени гораздо приятнее в сравнении с простым освещением из окна. Картина, показанная в Петербурге, имела большой успех. Художник получил множество хвалебных отзывов, в том числе и от его величества Николая Первого. «Итальянское утро» оказалось в собственности у императрицы Александры Федоровны, а автор картины получил в подарок перстень с бриллиантами. Кроме подарка, Брюлов получил от монарха и заказ. Николай Первый, пожалуй, иметь еще одну картину, парную к первой. Молодой живописец был счастлив. В отчете «Общество поощрения художников» он писал, «Под пару итальянскому утру я немедленно занялся выбором нового сюжета. Имею честь довести обществу о взятом мною сюжете с натуры, подобно первому. Итальянский вечер. Молодая девушка, возвратившись домой по окончании праздника, подходит к окну, чтобы он ее запереть. Держа в одной руке лампу, другую делает итальянский знак приветствия лицу, предполагаемому вне дома. Однако дальше идеи и первоначальных набросков дело не пошло. От своего замысла Брюлов отказался. Начав работать свою картину, я уверился в невозможности приблизиться достаточно к натуре насчет огненного освещения. И поэтому решил переменить. Поскольку не выполнить царский заказ было нельзя, художник решил вместо итальянского вечера написать итальянский полдень. Возможно также, что на выбор времени суток повлияла статья известного художественного критика Василия Григоровича, который расхвалил картину «Итальянское утро», тонко обыграл ее название, желая от всей души господину Брюлову писал он, чтобы полдень его искусства был достоин своего прекрасного утра. И тогда можно будет назвать его одним из великих художников нынешнего века. Вскоре Брюлов в письме Обществу поощрения художников рапортовал из Рима. Новый избранный мною сюжет представляет собирание винограда. Молодая девушка стоит на лестнице под виноградником с корзиною на левой руке, правую же отламывает кисть винограда. Для вернейшего расположения теней света я работаю свою картину под настоящим виноградником в саду. В качестве модели художника забрал совсем иной типаж. Пышнотелая красавица римлянка далека от идеала античной красоты. Ее губы приоткрыты, широко расставлены глаза влажны, ухо украшает огромная, совсем неизящная золотая серьга, спадающая на плечо. Едва прикрытая грудь соблазнительная. На белой рубашке, которая вот-вот соскользнет с плеча, можно заметить вышитые инициалы, начальные буквы имени и фамилии художника Карл Брюллов. Очарование итальянской простушки оценил Николай Васильевич Гоголь. Он писал, что эта женщина страстная, сверкающая, пылающая, всей роскошью страсти, всем могуществом красоты. Так же, как и на первой картине, необычным был выбор освещения, оставляющий в тени лицо и заливающий светом плечи и грудь итальянки. Картина «Итальянский полдень», хотя и заняла место в Вудуаре императрицы, однако, в отличие от предыдущей, вызвала волну жесткой критики. Многие, в том числе и старший брат Брюллова Федор, посчитали картину нескромной, даже эротичной. Находили в ней и технические огрехи. Левая рука оказалась непропорционально короткой. Художнику пеняли на выбор сюжета, а кроме того, его осуждали за пренебрежение каноническими идеалами красоты. «Ваша модель была более приятных, нежели изящных соразмерностей», не удумевали критики. И хотя по предмету картины не требовалось слишком строгого выбора, но он не был бы излишним. Целью художества должна быть натура в изящнейшем виде, а изящные соразмерности не суть удел людей известного класса. Брюллов возражал. Причиной моей погрешности было желание отличить сию картину самым отличием форм от первой картины. Я решился искать разнообразие в тех формах простой натуры, которые нам чаще встречаются и нередко даже более нравятся, нежели строгая красота статуи. Объяснения Брюллова нисколько не переубедили его критиков, а непонимание, возникшее между художником и его покровителями, оказалось настолько глубоким, что в 1827 году Брюлов прекратил все отношения с обществом поощрения художников. Через несколько лет он написал еще один вариант итальянского полдня, совсем миниатюрный. Что же касается главной версии картины, то в 20 веке она обрела всенародную любовь и стала одним из самых тиражируемых произведений русской живописи. Долгое время парные шедевры Брюллова украшали покои Александры Федоровны. Художникам, пожелавшим увидеть картины, по предварительной договоренности дозволялось в определенное время приходить, чтобы познакомиться с ними. После смерти императрицы полотна еще долго хранились в Зимнем дворце. Хранились до той самой поры, пока Николай II не разбил пару, он подарил итальянское утро своей родственнице, герцогине Вюртенбергской Вере Константиновне. Во время бурных политических военных событий в Германии след картины надолго затерялся, а после Второй мировой войны она обнаружилась в музейной коллекции города Киля. Что же касается полотна «Итальянский полдень», то оно оставалось на своем месте, а после революции пополнило коллекцию русского музея. Сегодня парные картины Карла Бирюлова, представляющие два типа южноевропейской красоты, первая удача художника и первая работа, подвергшаяся разгромной критике, продолжают жить в разлуке. Каждый из красавиц своей собственной жизнью. Академическая живопись – это следование строгим правилам. Ну, собственно, каноны существовали всегда, они в иконописи существовали. Андрей Рублев первый приступил к канону, когда он изобразил Троицу некие строго фронтальные, когда он сложил некое подобие чаши причастия. В результате, через сто лет, эта его композиция стала канонической. Уже в академические времена ярким примером перехода через эти правила и их, можно сказать, выворачивания наизнанку является работа Александра Иванова «Явление Христа народа». Потому что там Христос совсем не на первом плане. На первый план поставил народ. Разнообразный, разнохарактерный. Ему это было очень важно. Показать, что историю вершится не только отдельными фигурами. Есть такая общая масса, масса народа, масса людей, которые принимают решение, идти за этим пророком или не идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова